Современные технологии производства электроэнергии в деревню Грибаны так и не пришли. Лопасти мощного ветрогенератора, который видно за несколько километров, не вращаются с момента постройки, августа. Объект, так называемый «зеленой энергетики», возвела частная компания. Она реализует региональный инвестпроект. Но энергетики, подключая частные мощности, в энергосистему отказались. Ветроустановка должна была купиться за 6 лет, но пока приносит лишь убытки. Каждый месяц мы не имеем возможности продать в сеть, отдать, соответственно, и получить за деньги около 150 тысяч киловатт. В денежном выражении это около 450 тысяч. Ветроустановки, как, например, и электростанции на солнечных батареях, в Беларуси строить выгодно. По закону государство должно купить всю произведенную таким способом энергию, при этом по повышенным тарифам. За счет разницы окупается строительство, а затем формируется прибыль. По договору компания Сергея Сергеевича построила 4 ветроустановки. Три из них превышают проектную мощность на 1 мегаватт. Предприниматели согласовали это доп. соглашением. Четвертое же соответствует проекту. Только вот перед возведением изменились законы для зеленой энергетики и лимиты, в которые старый инвестиционный проект не вписался. Четвертый ветряк остался не у дел. Мнения местных властей и энергетиков разделились. Поскольку данный инвестиционный договор заключен до вступления в силу указа 209-го, то действие данного указа на него не распространяется. Следовательно, он может поставлять эндокатрой энергию на условиях, предусмотренных договором. Местные энергетики уверены, частник нарушил условия договора. И в целом ситуацию никак не комментируют. Нам заявляют, получайте квоты на ту мощность, которую якобы мы превысили. Но в настоящий момент получение квот практически невозможно. В целом у нас по республике эти квоты, которые выделяются, которые рассматриваются на конкурсе, они не такие велики. Вот, к примеру, в прошлом году в конкурсе было заявлено всего лишь 56 мегаватт установленной мощности, которые распределялись между конкурсантами. Всего нетрадиционная энергетика в стране – это не более 4% от всего рынка. Необходимость регулирования возникла с началом строительства в стране атомной станции. Вырабатываемые ею киловатты существенно дешевле, чем те, что вырабатываются ветрустановками и датируются государством. Нагрузка на покупку по повышенным тарифам энергии от данных установок, она будет ощутима. Если в прошлом году, даже вот в 2016-м, это было порядка 40 миллионов долларов США, в этом году это 76,6 миллионов долларов США, то уже к 2020-му году, к 2021-му году, то есть покупка, годовой объем покупки будет составлять от 250 до 300 миллионов долларов США. В принципе, я согласен с позицией областной энергоснабжающей организации, мы поддержим эту позицию, потому что до соглашениям не было учтено принятое законодательство в части развития возглавляемых источников. Дорогие киловатты в итоге ложатся на плечи потребителей, это один из аргументов энергетиков в суде. После того, как возможности переговоров исчерпаны, частный инвестор обратился в суд. Позади уже несколько заседаний, у сторон затребованы доказательства. Очевидно, что ветрустановка под грибанами скоро не заработает, по крайней мере, пока идет процесс. Алексей Кряквин, Елена Кукшинская, Наши новости ОНТ.